Донбасс печально известен большим количеством аварий на промышленных предприятиях, после которых в больницы с серьезными ожогами попадают люди. Полвека назад ожоговый центр в городе Сталина стал третьим таким учреждением во всем Советском Союзе. Если вначале нормой было смерть больных 20-30% ожогами, это считалось нормой коллеги, то потом, в середине 70-х, 80-х, 90-х годов, мы уже хорошо оказывали помощь пострадавшим 60-70% ожогами, ожогами верхних дыхательных путей и так далее, и так далее. В 90-х годах на базе Донецкого областного лечебно-клинического объединения был создан Институт неотложной и восстановительной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины. За время существования Донецкого ожогового центра его сотрудники разработали множество инновационных технологий, благодаря которым тут спасают больных, чьи травмы считаются безнадежными. В этом году произошло ряд аварий. И вообще, вот последние годы центр берет на себя не только жители Донецка, Донецкой области, только за прошлый год из 15 регионов Украины получили лечение в данном центре. Сегодня в Донецкой торгово-промышленной палате отметили полувековой юбилей ожогового центра. Сотрудники центра получили заслуженные награды и благодарность от имени Донецкого городского головы. Сотни людей были спасены в Донецком ожоговом центре и сейчас продолжают трудиться на производстве. Тысячи жителей Донбасса обязаны своим здоровьем коллективу этого учреждения. Сегодня Донецкий центр, как сказал Андрей Михайлович, лучший ожоговый центр нашей страны. Донецкому ожоговому центру нет равных и в странах СНГ. И сегодня, для того, чтобы поздравить сотрудников центра с праздником, в Донецк приехали их коллеги из Европы и бывших социалистических республик. Мы ожидаем продолжения сотрудничества, улучшения работы нашей и творческих успехов у всех. А также самое главное, чтобы наши пациенты выздоравливали и становились красивыми. И хотя больных в ожоговый центр поступает меньше, чем, например, в кардиологию, социальная значимость работы сотрудников центра неоценима. Ведь здешние пациенты обычно находятся в очень тяжелой ситуации. И помимо врачебного профессионализма, доктора вкладывают в пациентов всю свою душу.